Здравствуйте, дорогие друзья! К счастью, у нас стало все больше после моего стрима, который неожиданно залетел. Ну и сегодня будет не о политике и даже не об истории, потому что о политике я буду говорить завтра на канале Крым24 в 19.30 по Москве. А про историю, ну, собственно, тоже где-нибудь тут в ближнее время что-нибудь выдам. Вот. Я, как старуха, ну, это, по крайней мере, такая аллегория была у моей покойной мамани, когда я начинал ей пытаться свои сны рассказывать. Расскажу вам свой сон. Вот. Он немножко странный и, в принципе, по мне так. Почему бы не рассказать? Тем более нас с вами не так много на канале. Мы с вами представляем собой узкий круг приятелей. Почему бы и нет? Значит, мне приснился любовный треугольник между Мальвиной, Артемоном и Буратино. Причем он был такой, что называется, 18+. То есть в самом сне-то ничего этого не было, но подразумевалось. И длиннее всего во сне было рассуждение Мальвины с Буратино о природе любви. И она говорила, что любовь к ней Артемона она прекрасна тем, что, во-первых, он любит ее больше, во-вторых, в ней есть некая ответственность. То есть Артемон ответственно подходит к любви, и он любит ее больше. И вот это сочетание, так сказать, верности долгу и любви такой, ну, не безответной, но тем не менее, как говорится, один целует, а второй подставляет щеку, да? А вот именно это делает любовь Артемона прекрасной. А ты, Буратино, сказала Мальвина, ты тоже неплохой любовник, но ты делаешь это из желания некоторого куража, из желания показать свою удаль. И для Буратино, который в данном случае, конечно, ну, уж, по крайней мере, точно не больше любит Мальвину, чем она его, может, даже и наоборот, тем не менее, для него это, да, для него важно быть в отношениях, причем и в духовной, и в плотской части на высоте, но это для него скорее предмет личной гордости. Он, как истинный герой-любовник, не может быть недостойным, да, не может не проявлять всех своих талантов на всех поприщах. Вот такой сон мне приснился. Самое странное, что потом не стали сниться винтовки Мосина. Причем, в довольно большом количестве, впрочем, винтовки Мосина, это я могу понять, почему мне снились, потому что у меня, в общем, рядом с кроватью стоит пневматическая советская винтовка, из которой я люблю на своем участке, ну, стараюсь каждый день по банкам постреливать. Ну, она, конечно, меньше винтовки Мосина, и гораздо легче, мне довелось не так давно подержать винтовку Мосина в руках, она достаточно увесистая, не беспредельная, конечно, но нелегкая. Это легче пневматикам, но тем не менее. Вот такие странные сны мне снятся о природе любви, причем в такой вот замечательной детской сказке российской, ну, которая, впрочем, как мы знаем, является скорее переложением итальянской сказки, правда, с заметными дополнениями и изменениями, вариациями на тему. Вот у Веры Павловны, значит, сны были те, такие, скорее, направленные на достижение политических каких-то утопических проектов, а у меня сны о природе любви и о разных ее видах. Вот, при этом, повторюсь, никакого порнографического задержания во сне не было. Это было просто, так сказать, рассуждение Мальвины о том, какие чувства она питает и к ней питают два мужчины в ее жизни. Пьеро, который по сюжету, так сказать, не особенно вообще у меня был представлен во сне, но по сюжету книги-то был в целом главным как раз претендентом на руку и сердце Мальвины. вот, падишь ты. Такая вот история. Не знаю, интересно ли это вам было. Надеюсь, что не безинтересно, по крайней мере, я, конечно, не совсем одобряю какого-то дикого душевного стриптиза, когда человек на пять страниц рассказывает, о, вы знаете, у меня такие переживания. Но сон был интересный, причем там это все излагалось таким очень литературным языком, очень интересным, таким богатым. Я постарался изложить так побыстрее, но там в общем с точки зрения лингвистической и художественной сон был очень здоровский. У меня даже так с просонок появилась мысль написать небольшой рассказ об этом. Но до рассказа, скорее всего, дело не дойдет. Но я рассказал вам. Этого достаточно. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok